Когда мы говорим об охране окружающей среды, то сразу же вспоминаем о заповедниках и особо охраняемых зонах. Люди стали понимать, какую угрозу всем нам несет уничтожение животных и растений. Чтобы сохранить уникальные уголки природы, стали создавать специальные охраняемые территории. Наш город Санкт-Петербург буквально вырос на болотах. Именно поэтому сегодня я хочу рассказать вам о заказнике, который находится прямо в Санкт-Петербурге. Сестрорецкое болото. Находится он в курортном районе города. Составляет почти 2000 гектаров, а образован относительно недавно, в 2011 году. Это самая крупная особо охраняемая территория в Санкт-Петербурге. Казалось бы, зачем охранять болото? Но вы только представьте, это место совсем не изменилось за последние тысячи лет. Именно поэтому Сестрорецкое болото – уникальное место. Ни строительство мегапольса, ни войны, ни техническая революция. Ничто не отразилось на этой местности. Единственный человек, который посягнул на болото – Петр Первый. Он построил тут Сестрорецкий оружейный завод и затопил южную часть болот. На их месте теперь искусственное озеро – Сестрорецкий разлив. В этом заказнике находятся верховые болота, переходные и низинные. В этих местах обитают уникальные животные и растения. В заказнике обитают 5 видов амфибий, 3 вида змей, 162 вида птиц и 19 видов меликопитающих. Тут встречаются птицы, занесенные в Международную Красную книгу и Красную книгу России. В заказнике живет одна из самых крупных в регионе колонии озерной чайки. Сестрорецкое болото – это не просто место, охраняемое государством. Также это огромная работа, которую проделывают сотрудники этого заказника. На территории Сестрорецкого болота находится экотропа, по которой каждый житель города может погулять в свое свободное время. Также работники этого заказника постоянно устраивают разные экологические лекции, которые также может посетить каждый. А знаете ли вы, что такое спортивная орнитология? Работники заказника Сестрорецкое болото на постоянной основе устраивают конкурс на кубок по спортивной орнитологии среди школьников. Таким образом, ребят приучают к любви к птицам и природе с раннего возраста. Когда-то погулять на болоте отваживались только самые смелые люди. Но сейчас, благодаря экотропе, это может сделать каждый. Погулять в заповедных местах, не выезжая из города. Звучит заманчиво. Не находите? Звучит заманчиво. 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 Продолжение следует...